Какая тема урока? Промышленная революция. Вам прямо услышали промышленная революция, промышленная революция. Живое, веселое и легкое общение. Что, казалось бы, может быть проще. Но на деле оказывается, что именно этих качеств зачастую не хватает учителям в коммуникации с учениками. Педагог по истории и обществознанию Григорий Назаров с легкостью опровергает все стереотипы. Его уроки построены на открытом и честном общении с детьми. Универсальный ответ – это уважение к детям. Любовь – слово сложенное, очень философское. А вот уважение детям должно оказываться на каждом уроке, при каждой встрече, при каждом разговоре. Дети это чувствуют. Дети такие же взрослые, как и мы в действительности. Просто они немножко по-другому видят мир. В девятой гимназии Григорий чувствует себя, как в доме родном. Неудивительно перед тем, как прийти сюда работать, он сам сидел за этими же партами. Методику молодого педагога оценили не только школьники, но и Министерство образования. В 2017 году он выиграл конкурс «Учитель года Подмосковья», а в 2018 стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года». Теперь не только преподает, но и проводит открытые уроки для коллег. Педагоги из разных учебных заведений химок заняли задние ряды в классе и наблюдают за тем, как проходит занятие. Поддержать коллегу и рассказать о собственном опыте участия в конкурсе приехал Юрий Кандалов, лауреат областного конкурса «Педагог года Подмосковья». Настроить их на лад, можно обратить внимание на… чтобы они не допускали тех ошибок, которые мы, возможно, в свое время допускали. Но это все-таки конкурсное испытание, да, это не совсем наша рутинная работа, поэтому здесь надо было показать свои педагогические, методические наработки, интеллектуальные, да, с лучшей стороны. В этом году в муниципальном конкурсе «Учитель года» участвуют 13 химчан. Оценивать педагогов будут комплексно. Это качество проведения уроков, внеклассная работа с учениками, проведение родительских собраний. Имя победителя станет известно в январе. Тот, кто получит титул лучшего, представит химки на областном этапе соревнований.